как было как меня печатали в русской газеты сотни тысяч экземпляров сотни тысяч печаталась дублировали в смоленске в России Казахстане Белоруссии в Украине и везде моя статья прислали гонорары по нескольку тысяч в тех деньгах вот все прекрасно было ну думаю нашел единомышленников вот и вдруг тишина звоню журналисту которым подружился у нас новый главный редактор доктор наук он вас терпеть не может дальше позвать скорее всего сама мысль о том что все на самом деле не так как его самого учили и он поди ни одну доктор наук ни одну сотню лекций прочитал наверное и ни одну может быть десяток десятки статей вдруг железов все наоборот конечно возненавидишь поехали ребята и так нас ждет вот эта комната также за юрий брат привет свинин привет наши люди наталья доброго времени здравия вам тоже а Данила под синие Данила гражданин под синие это лучшее место в минусинской котловине там без нас с вами спокойно живут спокойно живут и здравствует десятки если не сотни абрикосовых деревьев десяти двадцати тридцатилетних людей продают на рынках в абакане вот это под синие но есть уже вы не вырастите такой же сад как у меня извините крош вам цена александр 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 скажите пожалуйста так все сыгран а значит среди семицу королевского мазусска можно различить по цвету листа сейчас один стоит желтый другая покраснели бельки на них не были сделаны а по форме листа не совсем понятно значит скажу я делом том что мазуски они тоже сейчас у него все качества расположены да но я скажу принципе первыми желтеет скорее 90 процентов вероятности я могу ошибиться потому что манчжурцы все разные разной степени цвета и королевский разный цвет но в целом культурная дольше сохраняют зеленый цвет вот так вот устроить такой ответ зеленый цвет сохраняет дольше именно потому что они культурные они в отличие от дикарей может когда не дикарь джима полу культурный так но в отличие от культурных от полу культурных чем абрикос проще из породы плебе как например манджурский тем они более приспособлены к той же жестким условиям и начинают желтеть раньше готовится зиме раньше а вот культурная это их и беда кстати они продолжают оставаться еще долго зелеными вот так я ответил разделяете так чем зеленее тем культурный у меня на королевской культурный манджурского так антон привет антон это не тебе сегодня собирала посолку это самая племянница или там эти ночи побоюсь если я ничего не путаю может быть это вообще не тебе она переживала что высылает а выкопала маленькие сердце персика который она вырастила она за все лето поливала раза два потому что вся ее проблема жить в городе и только два и ну я раза два за него полил от косточек и до это а те которые нормально поливались они два раза выше и она переживала ну допустим с 1000 рублева это были саженцы мне по пояс мне по грудь а тут два раза мельче и почему продавала на виду 8 по 800 вот но еще там если заказ 10 то я высылал высылал 12 ну чтобы как-то компенсировать очень стесняется что у нее не крупные не ну поверьте это тоже самый принцип там где у нее грядка и антон если я надеюсь правильно вас вычислил мой заказчик там не грядка там у меня так и получалось значит очень глинистая земля суглинок вот первый год они вот такие вот и у меня такие были и только на третий год вот эти вот мощнейшие 22 метра я мне раз показывал хвастался и вот там они в этом суглинки то вот это грядка ты росла стоит им попасть нормальное место они догонят и обгонят вот эти которые два раза выше их то есть и там косточки с этого мешка эти же косточки там условия были лучше они выше есть хуже но даже то что они росли и пару как бы сказать то уж даже то что они мы вылезли из этого с глины и у и не этой картик ну в среднем когда-то это уже огромный плюс то есть не подумайте что вам тут то высаде и те годовал и эти годовал и вот эти мечи только из-за того что условия были хуже и ты спасибо что зашли и они ничем не хуже устроить вас такой ответ мой если что-то понимаю в этом деле так николай привет бухтияров привет а вообще наши люди или чихи на привет попрошу не подать с гречишниковой я вам показывал фотографии гречишниковой так но все равно елена приятно что вы с нами доброго вечера лобасов добрый вечер александр грибы съедают отвергшую древесину но объясняю что есть такое влияние когда процессе они выделяют токсины те попадают систему вызывает млечный блеск на листьях ну конечно чтоб их не было не должно быть ран на дереве обрезки провоцируют эпидемию болезни вот смотрите ваше как бы это самое вы из-за и не за и не почти не против вот то есть ваше как бы вот этот взгляд он как бы компромиссный то есть все таки ладно в одном и сходимся не будет ран не будет эпидемии болезни не некому провоцировать так но существует еще это александр специально вам говорю всем существует еще такое понятие как морозобоины и солнечные ожоги тут уж ничего не поделаешь то же самое болезни искалеченная естественно из-за этих морозобоин кора частичное омертвление и те же самые грибы и вот тут я говорю раз даже тем случае когда мы не искалечили дерево но его искалечил мороз и появились грибы их чтобы вы не как вы пишете вызывает токсин выделяет токсины не трогать это случилось выделяет ли они токсины не выделяет токсины грибы поселились на дереве это их место это их роль это их обязан это их долг перед про всей планеты вот даже если выделяет токсины это не значит что их надо сейчас брать и соскребать это самое подловичное сети выскребать вырезать это понимаете о чем речь идет не трогать если вы говорите выделять токсины пусть выделяют токсины потому что все другие варианты еще хуже понятно да это все выделяет токсины а это еще не значит они патогенные вот это мое замечание идем дальше добрый вечер как вы думаете у нас башкортостане будут расти персики на открытого они растут ой господи в одно или две назад это показывал фотографии показывал роскошные персики неукрытые и как раз башкирии но не памяти нет или ильяс не стыдно что я забыл фамилию человека который это у короче зверфия поверьте вот это раз его в этой же башкортостане растет человек который мне пожаловался как он выросил и сеянцы на пятый год персик когда он занес домой 8 или 10 ведро и они хотели пускать сказали куда мы больше не можем их видеть вот это все с одного дерева это тоже башкортостан пусть это не железные факты но это правда так что не думайте другое дело что персик можно посадить так что он замерзет первую же зиму а можно нет а вы помните мои любимые эти примеры а вы посадите с южной стороне дома а если дом отапливается все он и так в морозостойкий а есть еще его условия создать тогда его все вы написали про открытый воздух но это не значит что она открытый воздух что это на семи ветрах это не значит северный склон поняли да кудымкар а вы за понедельник все лучше как раньше понедельник 20 если брать гречихину и кудымкара 20 пользу понедельника 30 я тоже за понедельник зульфия мне нужны саженцы шелковицы опоздали опоздали так перед перед рисовой вас значит к давай легко найдете или у меня потом запросите данные например могу вам телефон дать того сами разберитесь вот или там у меня где-то есть где-то есть данные там допустим адрес этот самый номер название сайта вдовы жены латинкова она практически кроме меня единственная у кого можно разобрать настоящие морозостойкие шелковицы из женские укорененные они семечки вот знаете мы 8 960 776 8672 вот запишите этот мой номер телефона 960 776 8672 и попадете ко мне на мой ватсапе там спросите константинович вы обещали дать данные латинковой галины я вам дам данные а она вам продаст сразу других вариантов нет во всей стране там еще вам продадут но вы сразу как получите сразу выбрасывать когда продадут или замерзнут или будут размером посмотрите на ноготь на мизинцы или вот такие так данила понедельник 40 наталья понедельник 50 так дальше железовый юрий 60 все переезжаем на понедельник гречихина и москва морозобойный закрашивает лак мастика долматого помогает и от мышей низ деревьев спасает уже не первый год значит вы помните долматов валерий садович мой друг проверенный надежный мужик так изобретатель лак мастики и это единственная сейчас появился еще вариант с глиной но не могу я все знать и нет у меня где готов чтобы испытать еще глину значит насчет замазания глины на ваш страх и риск вот всего два человека написали что может оба написали помогать лак мастика долматого более проверенная за ней уже годы вот единство чая не рекомендую при старт перестарываю лица перестарываю лица то есть берут и чтобы больше не ели все дерево замазывает этим черным светом нельзя лак мастика замазывать раны лак мастика замазывать можете знаете немножко даже хитрить вот это значит но взяли в веревочку допустим намочили лак мастики и вокруг саженцы вот так вот раз кружочек через нее уже мышь не полезет запах сильно резкий вредный а сама дерево только если рано это то что я лично испытал так ну что закончили кажется а вот закончили что будем прощаться друзья будем прощаться стоит только дойти и вся за неделю опять меня завалите вопросами я буду на них отвечать вот добавлю фотографии как собираются посылки у сергея железов это моя школа вот это моя методика железов который получал десятки я не жалел денег я получал десятки посылок или сухих или гнилых забывали замазать вот отрезали корни но не трогали крону что только не творили ладно друзья заканчиваем значит вебинар закончился на всякий случай скажу косточки персиков вы думаете там много было банки нет несколько сотен вот они разойдутся никуда не денутся многие это касается еще и кустик абрикосов слив часть из вас предпочитает садить осенью я не возражаю я говорю спасите от мышей главный враг это мыши вот по железу глубоко закапывать нельзя значит это добыча мышей поэтому глубоко закопаете через несколько лет скниют потому что семидоли оказывается под землей основание штамма под землей не глубоко закопаете могут не взойти потому что влаги не хватило ну раз и глубоко закопаете да еще не дай бог холмы гряды то есть дай бог холмы гряды дай бог вот тем более будут подсыхать не будете обеспечить и полив причем копите в воду с дождевой водой бочки копите где угодно их ищите бочки с дождевой водой вода колодезная она не то что мертвая но от нее ничего не растет я сотни сотни нет сколько было летов и весь весен было как правило я живу хакасии хакасия засушливая приходит весна вот пусто на небе не облачка неделя в две три четыре вот и поливая не поливая уже барковка посажена лук свекла ни черта не растет стоит только пройти дождю все все зелено вот это разница вот вроде бы пустяков но разве это серьезный совет чем если мы поливаем и подводите воду из это специальными этими самыми скопите в этом в емкостях и пожалеете во всем будет расти и тогда окажется что посадили 100 косточек 98 зашло почему не 100 а потому что вы когда считали ошиблись хормиста 100 посадили 98 поэтому изошло всего 98 поняли шутку юмора все друзья я с вами расстаюсь не забывайте что хотите чтобы я также продолжал будьте добры заказывайте косточки у меня сейчас нелегкие времена вот почему-то когда у очередного ребенка выявляется страшная болезнь страшная вот тут же выясняется что ему никто ничего даром делать не собирается я в шоке когда дети платят за ремонт зубов на какие страшные тысячи я ничего не знал я узнаю не дожить мне до санатория вот я просто говорю давайте это вам косточки которые они имеют равных вообще планете вот а я помогу еще нескольким детям если бы я говорил подробнее вот бы все слезы в глазах стояли а вы и так боитесь боитесь я не могу всем помочь у нас одни на яхтах катаются другие это не могут ребенка на это лекарство купить вот есть той породы которой не хватает денег давайте дружно жить вот еще раз я не с протянутой рукой я прошу вас купить не бесценные косточки бесценные равных нет которым как каждая из которых должна 1000 рублей стоить 5000 рублей стоит особенно персиковая и апрекосовая все друзья до свидания вот мы с вами одной крови вы и я